Привет, друзья! И теперь мы проверим звук, потому что через день-два мы будем выставлять наш давно ожидаемый всеми ролик, чтобы нас не могли использовать с помощью различных манипуляций, чтобы люди были защищены. И этот ролик покажет, на чём основаны эти принципы манипуляции, с применением наших собственных инстинктивных действий. И одновременно я вам рассказываю сейчас синхрогимнастику. Это тоже посоветовал Николай Сорокин в прошлом ролике. Синхрогимнастику, слово. Написать вот так синхрогимнастику, выделить, и здесь добавить ключ в кавычках. Тогда, говорит, лучше читается, лучше запоминается, лучше переносится от одного к другому. И поэтому, видите, запоминайте. Синхрогимнастика по методу ключ. А теперь я ещё скажу это по-другому. Растяжно скажу. Синхрогимнастику. Ну, сами растяните у себя в голове, как гармошка. И потом зажмите, и потом опять разожмите. Видите, в разных модальностях, я когда подаю одну и ту же фразу, синхрогимнастика. Ну да, она же по методу ключ. Синхрогимнастика – это то, что сегодня самая современная методика из всех видов снятия стресса и гармонизации внутреннего состояния и улучшения общего самочувствия, и выхода из психосоматических нарушений, и выхода из состояния паники, тревожности. Нужен для себя момент в любом месте, в любое время. Но для этого надо несколько раз подбирать себе именно действия, синхронные с текущим состоянием. Сделать себе несколько раз такую тренировочку. Например, в удобное время, у себя дома. Подбирать себе действия, которые точно соответствуют вашему текущему состоянию. Что вам сейчас хочется делать? Вот, например, я когда говорю эти мысли, я непроизвольно и инстинктивно сопровождаю образы, которые у меня возникают в голове, движениями, то есть жестами. И я этим самым и себе помогаю. Легче снимать лишние напряжения и возможности зависания, чтобы мысль текла свободно. И вам легче помогаю. Потому что, когда вы сразу видите и зрительно, как я это сопровождаю, делаю, ну, естественно, легче меня понимать. Потому что, если я не буду вообще жесты делать, я буду вот так, как автомат, сидеть и говорить то же самое, оно не так сильно отзвучивает, как говорится, резонанс не вызывает. Ну, а я жестикуляции, поэтому многие жестикулируют, особенно у которых эмоции через край, они эмоциональные люди, вот. Да, ну, хорошо, это всё нормально. Послушайте, ну, бывает в обществе, что нельзя вот так махать руками. Ну, если вы несколько раз дома делаете эти упражнения, например, выговариваетесь, выговариваетесь, ходите по комнате, машете руками, стучите ногой, делаете то, что приходит вам в организме, как подсказки, когда вы очень нервничаете, то вы заметите, что через 2-3 минуты вы становитесь спокойнее. А потом вы уже можете, где бы вы ни находились, в любом месте и в любое время, только вспомнив об этом, уже чувствовать себя спокойнее и увереннее. То есть это домашняя работа, это не надо вам на улице делать. Да, потому что это делают на улице люди, которые на самом деле не знают об этом механизме, но этот механизм на самом деле у вас работает, у всех людей на свете работает. И поэтому, если вы вспомните, когда у какого-то человека нервы дошли, условно говоря, до края, ну, они так, нервное напряжение выплёскивается, и идёт человек по улице, ногой топает, сам с собой разговаривает, что-то такое, ну, сразу видно, что-то у него не в порядке. Но это его защищает от того, чтобы вообще не попасть в психиатическую позицию. Поэтому эти, вот эти все движения, которые я говорю, синхронные текущему состоянию, в зависимости от уровня напряжения, это наши собственные инстинктивные действия. И все упражнения синхрогимнастики основаны на наших естественных, природных инстинктивных действиях, которые мы и сами делаем всегда, чтобы снять лишнее напряжение. И вот есть вторая часть в этой синхрогимнастике. Если вы вспомните, когда вы были счастливы, ну, одна дама мне говорила, я вспомнить не могу, когда я была счастлива, я вся в психосоматике, я несколько лет уже в таком сложном положении, у меня мысли всегда путаются, я не знаю, чем мне заниматься. Я ей говорю, ну, вспомните, ну, вы же когда-то были счастливы, что вы тогда делали? Ну, я, говорит, счастлива была, когда ребенка своего, свою доченьку к себе прижимала. Я говорю, вот действие синхронное к вашему состоянию в момент, когда вы были счастливы. Пожалуйста, сейчас воспроизведите это действие. Ну, она мне говорит, ну, дочка моя уже давно выросла. Я говорю, слушайте, вы просто возьмите, как актриса в театре или в кино, сыграйте эту роль. Сделайте движение, как вы тогда делали, когда она была маленькая, когда вы были счастливы, когда ее прижимали к себе. Сделайте это движение, и будет синхрон. То есть действие синхронное вашему текущему состоянию в тот момент, когда вы были счастливы. Ну, она в комнате. Она взяла вот так, сделала руки, как бы прижимая к себе, ну, имитация называется, имитация, как бы прижимая к себе ребенка. И вдруг у нее град слез. Я говорю, вот видите, правильно разгрузка пошла. Давайте, давайте, давайте. И походите так с ребенком. Она походила, походила, потом села на диван. И говорит, я успокоюсь. Вот так вы делаете несколько раз в удобное для вас время. А можете вспомнить другой момент счастливый, который у вас был в жизни? Она говорит, да, теперь я могу и другой момент. То есть у нее уже стало проясняться в сознании. Теперь уже она может вспомнить и еще что-то. А так же у нее все было. Вот так вот. Вы же меня понимаете? Вот что такое синхрогимнастика. Это подбор действий синхронных вашему текущему состоянию или воспринимание собственной памяти счастливых моментов жизни и их воспроизводства, тех движений, которые вы тогда делали. Я мог бы много вам примеров привести. Вы могли и сами потом вспомнить, какие у вас были примеры. Ну, вспомните, например, я как-то говорил, что одна женщина тоже была в психосоматическом состоянии несколько лет. Потом я ей предложил вспомнить счастливый момент жизни. И она вспомнила, как она на танцах с молодым человеком много лет назад и танцевала. И когда она положила голову как бы ему на плечо, она почувствовала состояние безмятежности, надежности, покоя душевного. Такой надежности, гарантированности. Вот такое ощущение, когда нет страха за завтрашний день. Такая надежность, говорит. А я говорю, ну, вот вы вспомнили, вспомнили, сделайте. И она сымитировала. Она окружилась в комнате с мнимым партнером. Потом положила именно так голову. И у нее возникло вот это вот состояние. Ну, точно, точно. Как нервана убутый. Если вы видели эти фотографии, на которых изображен Будда, ну, вот такое у него было состояние миротворное, такое состояние умиления, такое состояние, ну, это такое, знаете, состояние, трудно передать, это такое, вот такое состояние глубинной душевной успокоенности. Это состояние, конечно, оно безмятежность. А вот обычное состояние, мы всегда в суете мысли, потому что всегда пытаемся понять, как решить ту или иную проблему. А в данном случае у нас мозг находится в режиме именно когда мы не задействованы, а как раз таки в этой безмятежности соприкасаемся с бесконечностью. И там восстанавливаемся, там черпаем энергию. И потом, естественно, чувствуем себя отдохнувшим. И потом у нас эта энергия, да, она нас восстанавливает и омолаживает, и мы становимся такими, как были тогда, потому что в этот момент, вспоминая счастливый момент жизни, она включила и гормональную систему, которая соответствовала тому моменту жизни. Если так будет делать несколько раз в удобное для себя время, она будет чувствовать себя свободнее. У нее многое поменяется в жизни, начиная от кожи, она станет свежее, взгляда, она станет леснее, лучистее, зрение будет лучше, походка будет, но многое поменяется, попробуйте. Вспомните счастливый момент жизни и сымитируйте это с помощью этих действий, потому что есть обратные связи между действием и состоянием. И поэтому, поэтому, как говорил на одном из наших прошлых роликов Владимир Иванович Аршинов, доктор философских наук, с которым мы будем говорить еще в следующий раз, он говорил об обратных связях. И я вам сейчас об этом напомню. Итак, психрогимнастика по методу ключ. вспоминайте счастливый момент жизни. Кому хочется, выплакивайтесь, кому хочется, дергайтесь, прыгайте, выговаривайтесь. Да-да-да, освобождайтесь от зажимов и восстанавливайтесь. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок